Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Жила с мужем и свекровью в частном доме. Значит, Анна, смотрите, какая получается история. Вы встречаетесь с мужчиной. Вот. Вы встречаетесь с человеком. Вы выбираете его, человека. Вы решаете сделать его своим мужем. Да, то есть вы решаете выйти за него замуж. Все это, как бы, как бы, решаете вы. А, ну вот, все вот это вот, решаете вы. Сами. Зная, при этом, зная при этом, что у, значит, мужа вашего вашего есть мама. Да? Есть мама. Которая, ну вот, с вами, очевидно, взаимодействует, ну, не так, чтобы очень хорошо. Вот. Вы все это знаете, но все равно вы выбираете его. Понимаете? Вот. И, в первую очередь, здесь, а, в первую очередь здесь, нужно определить ваш выбор, понимаете? Вот. Чем продиктован ваш выбор? Чем продиктована ваша позиция конкретно? Вы соглашаетесь жить с мужем и его свекровью? Но при этом не очень понятно, как именно вы выстраивали с ней отношения. Я имею ввиду именно со свекровью. Это важно. Отношения со свекровью не устраивали. Чем именно вас? Давала постоянно советы. Как вы на них реагировали? Всегда была дома, а хотелось побыть с мужем наедине. Простите, это вы в частном доме не нашли, где побыть с мужем наедине? Неоднократно говорила об этом мужем, но на все предложения пожить отдельно отказывался. А до замужества, до замужества вы эту проблему как решали? Как вы решали? Как вы решали? Нужно же здесь как-то вот определиться со своим выбором. на мой взгляд, это важно. Ну, как минимум, на мой взгляд, это важно. Понимаете? То есть, пока, пока, все похоже на то, что вы не до конца определили с мужем свои перспективы. Плюс, руководствовались своими ожиданиями, как именно. Я решила переехать сама и понадеялась, что он поедет со мной. Вот опять, вы как-то взяли и самостоятельно приняли решение за вас обоих. Зачем? Почему так? Отдавали ли вы себе отсчет в том, что ваш муж может воспринять то, что вы сделали, как своего рода предательство? Вот. Ведь он-то вас не предавал. По сути. Ибо, по сути дела, вы, в некотором смысле, сами согласились с ним на совместное проживание. Зная, скорее всего, скорее всего, знаю, что, значит, есть свекровь, есть свекровь, которая, ну вот, не ладит с вами. Кстати, к свекрови точно нужно относиться, постараться относиться достаточно демократично. Потому что все-таки это пожилая женщина, вот, которая вполне возможно просто-напросто боится потерять своего сына, боится остаться одна и отчаянно цепляется за... Это чувство своей значимости, которое у нее активно уходит просто в силу возраста, в силу, значит, каких-то вот ключевых изменений, да, в силу того, как выстраивается ее жизнь и так далее. То есть тут, конечно, важный момент, на который, как мне кажется, вам нужно обратить внимание. Да? То есть вот, как вы, как и почему вы воспринимаете свою кровь именно так? То есть как определенную угрозу. Что вы подразумеваете под, значит, совместным проживанием, то есть с бытием наедине с мужем? То есть вот, вроде бы как в частном доме можно найти место для всех. Дальше. Значит, я решила переехать сама, понадеялась, что он поедет со мной. То есть, по сути, проманипулировали. Сейчас, переехала и в полном отчаянии. Получается, он выбрал мать, а ко мне никаких чувств не испытывает. Простите, это вы с чего решили? Это вы с какой стати решили, что он выбрал мать, а к вам ничего не испытывает? Вы не допускали такой мысли, что он к вам испытывает что-то, иначе бы он не женился? Просто к матери у него довольно сильная привязка. Вот. И от этой привязки он не может избавиться. Хотел бы, но не может, не получается. Вы не думали об этом в таком ключе? То есть, вы как бы на себя вот сразу проектируете, переносите то, что происходит на себя сразу. А это говорит о том, что вы в себе уверены далеко не до конца. Возможно, вы в себе сомневаетесь. Или пытаетесь доказать что-то своему мужу, например, или себе, или свекрови, которую вы видите. Ну вот. В контексте некой значимой фигуры. Пытаетесь что-то доказать. Именно потому что вам это важно. Вот. Мне кажется, что одно здесь нужно отделить от другого. Ну просто потому что по-другому никак. Просто потому что иначе вам не изменить того, как воспринимает вас муж, и как воспринимает из себя вы. Вот. То есть, отчаяние, 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 вот здесь, это то, к чему вы себя сами привели. Дальше. Значит. Я в отчаянии, а ко мне никакие чувства не испытывают. А даже если так, что это значит для вас? Подскажите, как быть, чтобы что? Я зову его на квартиру, а он дает опять к себе жить. А, что он предлагает? В квартире везде вещи реву два дня, думаю, что потеряла мужа. Не очень понятно, что значит в квартире везде вещи. Не очень понятно, что это значит. Реву два дня. Отчего? Думаю, что потеряла мужа. Нет. Нет. Если у вас действительно есть муж, то вы его не потеряли. Вы, конечно, не очень хорошо поступили, переехав самостоятельно. Вот. Там все-таки, если вы семья, то и вопрос нужно решать самостоятельно. Вот. Но опять же, опять же, понимаете, переезжая, вы же разговаривали с ним. Мы же приходили к каким-то решениям, наверное. Вы же что-то делали. Вот. А получается, что нет. Понимаете? Получается, что нет. Получается, что ничего этого не было. Это странно. Поэтому, по крайней мере, вы явно не анализируете. То есть, вы не анализируете последствия и не готовы брать на себя личную ответственность за свой выбор. Вот. Это, я думаю, то, над чем вам стоит подумать в первую очередь. И то, что стоит подкорректировать. Если мужик, вы его любите, если он такой был всегда, нужно возвращаться. Потому что иначе это уже не любовь, а какие-то условия. Вот. И вырабатывать отношения к своей крови. Если мужчина раньше был один, а сейчас стал другой, да, вы прави действовать так, как вам хочется. Но, опять же, анализируя последствия, стоит понимать, что вы можете действительно его подграть. Потому что мужчина может быть очень сильно привязан к своей матери. Вот. Она может им манипулировать, она может им управлять, она может заставлять его думать, что она на полном серьезе без него умрет. И так далее. Вот. Это действительно проблема. Поэтому здесь вы... А, да, и... Кстати... Кстати, говорил. Кстати, говорил. В этом случае, да, в этом случае, вам необходимо перестать принимать все на свой счет. Так вот, то, что происходит. Понимаете? Вот. В противном случае... В противном случае... У вас всегда, к сожалению, будут отношения... Проблемы в отношениях. Вот. Ну и определитесь с тем, чего вы хотите. То есть, если вы задаете вопрос на тему того, что делать, то надо бы определиться с тем, что делать, чтобы что. Потому что без этой позиции вряд ли можно что-либо вам порекомендовать. Вот. Потому что... Непонятно. Если вы хотите... Вернуть своего мужа, например, если вы хотите вернуть его. Если вы хотите быть с ним. Это одно. Если вы хотите вернуть его, это другое. Если вы... Осознаете, например, что... Эм... У вас есть определенные проблемы. Да? У вас есть определенные проблемы. У вас есть определенные сложности. У вас есть... Эм... Определенные... Эм... Ну вот. Эм... Может. Эм... У вас есть... Определенные конфликты. внутри себя. Вот, да? Что в таком случае это третье. И вот всё из этого нужно выделить, что именно ваше исходя из этого уже что-то делать. Вот. Я полагаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!